На повестке Дня правительства образование, его эффективность и соответствие показателям дорожной карты. В 2015 году федеральный проект модернизации дошкольного образования заканчивается. За три года было создано 4000 новых мест. Силами региона предстоит завершать строительство детских садов в Шуе, Кинишме и Кохме. В текущем году завершено строительство одного детского сада в Ивановском районе, двух в городе Иваново. Завершаются работы по реконструкции детских садов в Кинишме и Лежневе по строительству детского сада в городе Гаврилов-Посад. С 2016 года деньги федеральной казны будут направлены на строительство новых школ. Ивановская область тоже собирается участвовать. Что касаемо опыта внедрения новых образовательных стандартов, наш регион в передовиках. По обновленной системе обучаются 58% школьников. Это начальное звено, пятый класс, в некоторых школах шестой и седьмой. С 2020 года должен быть введен новый образовательный стандарт для 10-11 классов. В Ивановской области апробации начнется со следующего учебного года. Стандарт – это требование и к условиям, и к результатам образования. При этом стандарт предполагает вариативность и учебной, и внеурочной деятельности. Не менее 20% образовательной программы в соответствии с новыми стандартами формируется с учетом мнений участников образовательного процесса, а значит родителей. Продолжить развитие дистанционного образования рекомендовал губернатор. Ведь это не только шанс получить полноценные знания для ребят, обучающихся на дому, но и возможность восполнить отсутствие кадров в небольших школах. Например, на начало этого учебного года в регионе не хватало 60 педагогов. Часть нагрузки взяли на себя учителя-тьютеры. Они ведут урок в паре с компьютером. Конечно, мы должны поставить на уровень дистанционное обучение, и в том смысле, чтобы компенсировать нехватку квалифицированных кадров, прежде всего, на селе, в малокомплектных школах. Потому что, уважаемые коллеги, все равно задача одна. У нас с вами выпускники всех учебных заведений должны получать одинаково качественное образование. Чтобы все ученики получали одинаково качественное образование, эффективно должны работать и чиновники. Зампрет Ирина Эрмиш предложила ввести более жесткий контроль за исполнением федеральных программ. Следует понимать, что каждый нереализованный проект – это упущенные возможности и деньги. Не полностью на сегодняшний день у нас освоены средства и по доступной среде, и точно так же и по детскому спорту. Павел Алексеевич, прошу вашего поручения о стопроцентном освоении средств и под личную ответственность руководителей органов местного самоуправления. Спасибо. Губернатор обратил внимание всех ответственных лиц на то, что показатель освоения федеральных средств на территории региона должен достигать 100%. Напомним, за последние три года из государственной казыны системы образования было привлечено порядка полутора миллиардов рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.